Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. С мужем живем 6 лет, есть дочь. Вроде бы все в порядке, как мой отец замечательный, все старается делать ради семьи. Ну, здесь есть один момент. Момент этот связан с тем, как вы воспринимаете своего супруга. Видите ли вы в нем, например, личность, видите ли вы в нем, например, человека, или он для вас только муж и отец. Если он для вас только муж и отец, то этого мало. Этого мало для полноценного развития человека. Для полноценного развития взаимоотношений. Поэтому возникает вопрос о том, насколько между вами общего много. Насколько много вещей вас объединяет. И объединяет ли вообще. Это очень важный момент, потому что, как я и сказал, муж и отец не исчерпывающие роли для человека. Для человека гораздо шире. Гораздо больше, чем те роли, которые вы озвучили. Дальше. Где-то раз в год совершают такие поступки, которые меня обижают. Смотрите. С точки зрения психологии, обида есть манипуляция, дабы вызвать у человека чувство вины и дабы этот человек сделал то, что вы хотите. Обида, с точки зрения психологии, представляет из себя перекладывание ответственности за ситуацию, которая вот произошла, например, на другого человека. То есть, обидно вам, условно говоря, обидно вам, а виноват другой человек. Обиду чувствуете вы, потому что, например, не чувствуете себя значимой, не чувствуете себя важной в полной мере. А ответственен за это мужчина. Вам необходимо понять, здесь причины именно вашей обиды, именно почему вам обидно, почему вас это задевает и разобраться с этим. Одно дело, когда человек совершает просто неприемлемые поступки для вас. Вас это не задевает, вас это не обижает, но это просто неприемлемо. И совсем другое, когда какие-то действия человека вызывают негативные чувства. Именно у вас. Например, обиду. Обида в том числе связана с определенными ожиданиями от человека. То, чего вы ждете от человека, то, чего вы хотите от него. И очень важно, на мой взгляд, разобрать и то, насколько оправданы ваши ожидания. Насколько обравдано то, что вы от него ждете. Есть в вашем тексте слова о том, что он обещает вам этого не делать каждый раз. И каждый раз он это делает, как бы повторяет, да, делает вновь. Вы по какой-то причине верите человеку, что он не будет так больше делать. Но, если он так поступает, значит он чего-то хочет, значит ему чего-то не хватает. Значит он в чем-то нуждается, а значит он повторит такое действие. Вы не можете просто требовать от человека перестать что-то делать, не давая ему ничего в заметку. Понимаете? То есть необходимо не просто, как бы, вырвать у человека обещание чего-либо не делать. Но необходимо скорректировать свое поведение так, чтобы ему не хотелось этого делать. Вы, Екатерина, судя по всему, так не поступаете. Своё поведение никак не меняете, считая, что мужчина просто должен перестать совершать такие действия и все. Возникает вопрос, а как вы относитесь к желаниям своего мужа, как вы относитесь к его потребностям, как вы относитесь к его, собственно говоря, удовлетворенности и неудовлетворенности чем-либо. Это очень важный момент. Дальше. Каждый раз, когда он так делает, пишите вы, я думаю о разрыве отношений. Считаю, что люди не меняются и такие поступки показывают отношения ко мне и ребенку. Ну, надо сказать, что здесь вы, конечно, с одной стороны очень категоричны, а с другой стороны противоречите сами себе. Вы пишите, что как ребенок, как муж и отец, он замечательный и делает все ради семьи. Это нам противоречит тому, что вы пишите, с одной стороны. С другой стороны, что значит, как муж и отец, он замечательный и делает все ради семьи. Получается, что вы главу угла, вы ставите именно семью. Но семья не может быть главой угла. Вы можете выступать субъектом в отношениях. Другой человек может выступать субъектом в отношениях. То есть, он может хотеть делать что-то для вас, он может хотеть делать что-то для ребенка, но не для семьи. Понимаете? Когда вы говорите про семью, вы разжижаете свою собственную ценность и ценность своего ребенка. Что касается того, что люди не меняются, то здесь вы, конечно, не правы. Люди меняются, если они этого хотят. Поэтому я думаю, что вам необходимо решить, какие чувства вы испытываете к своему мужу, любите ли вы его, интересуетесь ли вы им еще, его внутренним миром, его чувствами. Если да, то отношения можно попробовать сохранить, можно попробовать их гармонизировать. Но для этого придется изменить вам свое поведение. Для этого придется именно вам начать себя и что-то в себе менять. Ну а если муж как человек, как личность вас не интересует, то тогда, вероятно, действительно стоит подумать о разводе. Потому что его действия свидетельствуют о неудовлетворенности. Вот на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...